Здравствуйте! Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. И вот некоторые темы этого выпуска. 35 тонн именно столько крови нужно в год медицинским учреждениям края. Кто жертвует самым дорогим и кого они спасают? В этом году самый большой парк Барнаула, юбилейный, должен качественно преобразиться. А что входит в план работы? Чего хотят жители? Еще один неудачный сезон. В хоккейном клубе «Динамо Алтай» поговорили об итогах, перспективах и о том, что мешает нам взять кубок. 35 тонн крови столько заготавливают каждый год в краевом центре крови. Такой запас необходим для того, чтобы обеспечить все медучреждения региона нужными компонентами для переливания. Наша съемочная группа познакомилась с теми, кто жертвует свою кровь на благое дело и теми, кому они спасли жизнь. К сдаче крови готовилась, но в этот раз стать донором девушка не смогла. Низкий гемоглобин – процедура, хоть и безболезненная, но все же серьезная. Допускают к ней после сдачи анализов и врачебного осмотра. И чаще всего доноры – это студенты, служащие, медработники. Я сдаю кровь уже полтора года. Мне исполнилось 18 лет. И мы с подробными начали эту тему обсуждать. И почему бы нет. И людям помочь можно кровь сдать. И вот я уже девятый раз в детстве с сегодняшним. Большая часть доноров – те, кто пришел повторно. По словам сотрудников центра, за день кровь сдают до 200 человек. Благодаря им врачи оказывают своевременную помощь. Это больные в первую очередь с различными травмами и с большими кровопотерями. Это онкологические больные в первую очередь, онкогематологические больные. Потому что и на периоды подготовки к лечению, в период лечения и после химиотерапии эти пациенты напрямую зависят от донорской крови. Это все высокотехнологичные операции. В первую очередь, например, операции на сердце. Сдаю я с 2008 года. То есть просто шел мимо, когда война в Грузии была, соседи. Думаю, сдам, попробую. То есть из того времени сдаю. У меня знакомая, она просила для своего отца, когда у него был этот лейкоз, то есть чтобы я сдавал именно целенаправленно для него. Противопоказания у такой почетной деятельности все же есть. Наличие инфекционных болезней. Поэтому после забора крови добровольцев ставят на учет. Если позже у человека обнаружат отклонение, его образец утилизируют. Компоненты крови, эритроциты, трубоциты и плазму хранят в специальных холодильниках. И позже доставляют в медучреждения. Получаем из центра крови компоненты крови для будущего переливания. И проводим пробы на совместимость, чтобы исключить трансфузиологические осложнения. Другими словами, совместимость крови донора и рецепиента. В случае с Надеждой, которая прошла операцию по замене тазобедренного сустава, все прошло удачно. Мне потребовалась кровь, потому что было во время операции плохо. Мне влили 2 литра крови. И очень большое спасибо этим людям, которые спасают жизни людей. Врачи не скрывают, насколько бы технологии не шагнули вперед, замены донорской крови нет. А значит, и значимость донорства по-прежнему высока. Валентина Аскерова, София Оценко, Дмитрий Денисов. День с толком. В регионе до 90% планируют увеличить трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций. Алтайский край присоединяется к федеральному проекту «Профессионалитет». Он позволит стать профессионалом в короткий срок и получить гарантированное трудоустройство на предприятии. Новая программа будет готовить молодых людей к запросам рынка труда и конкретных отраслей. Например, на Алтае проект в первую очередь ориентирован на легкую промышленность. На его реализацию выделено 130 миллионов рублей, 100 из них из федерального бюджета. В стороны, которые подпишут соглашение, это Министерство образования и Министерство промышленности и энергетики Алтайского края, а также БТК групп, которые являются в рамках данного проекта работодателями. Соглашение о партнерстве подпишут в четверг. Добавим, что уже с 1 сентября по программе «Профессионалитет» планируют обучить 150 тысяч российских студентов. Через пару недель на Алтае хлынет туристический поток. Майские праздники традиционно начинают большой тур-сезон. Комфортных мест, где россияне могут провести досуг, стало в разы меньше. Границы закрыты. Готов ли Алтай встретить всех желающих? Каков уровень сервиса и что происходит с ценами? Узнавала Валентина Аскерова. Круглогодичный курорт Белокуриха. Сюда в любое время года стекается огромное количество туристов. А в связи с закрытием границ отдыхающих в Алтайской здравнице стало еще больше. С закрытием дорог за границей здесь очень много стало. Чем больше отдыхающих, тем больше у нас работы. На данный момент сейчас забронировано много путевок. Будет с мая заезд хороший. Москва приезжает, да, в принципе даже и возвращаются. Потом несколько раз есть постоянные гости, которые любят Белокуриху, им здесь нравится. Также из регионов Сибири приезжают. Ажиотаж спровоцировал и рост цен. Если в обычных домиках, которые сдают местные, можно арендовать жилье от тысяч рублей, то цена в некоторых санаториях выросла еще в марте. Отдых с лечением теперь стоит от пяти тысяч рублей за сутки. Но туристы готовы платить. Почему выбираете Алтайский край? Нам очень нравится здесь воздух, природа, люди, отдых. За границей меня не волнует. Мне больше нравятся наши российские курорты. Границы закрывают. Это хорошая альтернатива отдыху нашему российскому? Конечно. Это однозначно. Алтай развиваться будет. Это знаменитое озеро Ая. Пока еще покрыто ледяной коркой. Вокруг десятки баз. В сезон здесь яблоку негде упасть. Чтобы полюбоваться видами, за стандартный двухместный номер придется заплатить в сезон около четырех тысяч рублей. Сейчас наполняемость на турбазах Алтайского края небольшая. Еще не сезонно. Уже в мае сюда заняет огромное количество туристов. Причем из самых отдаленных уголков нашей страны. Тысяча рублей в час на конной прогулке небывалый спрос, рассказывают гиды. Туристы, которые приезжают на Алтай, предпочитают не только отдых на берегу Катуни, но и активное катание на лошадях. Существует стереотип, что лошади на Алтае неспокойные. Но как только турист садится в седло, этот стереотип развеивается. Сначала, получается, люди приходят, им страшно, они садятся на них, страшно очень им становится. Но они не расслаблены такие. А потом уже, когда гуляем по леску, в горы поднимаемся, уже маленько начинают расслабляться. Еще один центр притяжения горный. В республику Алтай ежегодно приезжают миллионы туристов. По сравнению с допандемийными временами, количество туристов, приезжающих на Алтай, выросло в два раза. Это поспособствовало развитию авиасообщения между горноалтайскими и другими регионами нашей страны. Так, в прошлом году напрямую в горноалтай стали летать самолеты из Казани, Питера, Новосибирска и Екатеринбурга. А в этом году прибавится еще и Сургут. Причем, отмечают кураторы турцентра, популярным местом для отдыха, начиная с прошлого года, стали отдаленные районы Горного. А не только Чимал. Люди все чаще едут посмотреть на наш Марс, марсианские пейзажи. Конечно, Усть-Коксинский район, благодаря горе Белуха, набирает тоже популярность. И многие сейчас прилетают именно в Усть-Коксу. Ну, этому тоже способствует внутреннее авиасообщение. У нас есть рейсы в Кошагач, в Коксу. Стоимость отдыха тоже выросла. Но связано это с экономической ситуацией в целом, говорят специалисты. Тем не менее, отдохнуть на Алтай по-прежнему может человек с любым уровнем дохода. А вот что специалисты советуют для развития туристической отрасли? И почем в целом отдых этого года, мы расскажем в специальном репортаже в субботу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В мире отмечают День защиты памятников и исторических мест. В России он проходит без торжеств. Если его и отмечают, то люди максимально приближенные к этой теме. В Барнауле тоже есть что отпраздновать. Надежду на то, что исторические здания некогда от торгового города начнут возрождать. Эксперты и жители следят за реставрацией торгового дома Сухов и Сыновья на Молотобольской улице. Что там происходит и какое будущее ждет здание, расскажет Анастасия Дороган. Только ленивый, наверное, не тыкал в глаза тем, что у вас на пешеходной зоне разрушенное старинное здание под пленкой. Пленку потихоньку снимают. Вид, в котором торговый дом Сухов и Сыновья ждал реставрации, перестает пугать. Из здания не торчат деревья, его не терзают ни стихии, ни вандалы. В 19 веке семья Суховых возводила дом два десятилетия. А в наши дни еще больше срок он прождал восстановление после пожара 98-го. У меня версия такая, что как раз пребывание одного и другого Сухова на посту руководителя города способствовало достройке их крупнейшего торгового здания. И оно оставалось крупнейшей торговой недвижимостью Барнаула до 1909 года, пока не был построен пассаж Смирнова, сгоревший. Но он в том-то и дело, что сгорел и был разорван, а это здание есть. Дом Сухов и Сыновья всю свою историю был торговым. В советский период там располагался крупный универсам. Здесь покупали хлеб. Прирожденное здание тоже будет востребованным, уверены эксперты. А пока здесь восстанавливают несущие конструкции. Каждый кирпич, мало того, что проверяется, он еще и чистится, потому что он идет в этом историческом растворе известковый. Вот, вручную его очищают и потом выкладывают стену. Сложнее работать, потому что и кирпич, он тяжелее в полтора или два раза, даже чем обычно. Вот сейчас современный кирпич идет, пустотелый. Вот, но результат воодушевляет. Постоянно встречаются какие-то особенности. То там кладка скрытая, имеет дефекты, то там. Этот первый этап предотвратит обрушение. Евгений уже продумывает и второй. Что там разместится, какие инженерные сети, под что, да, можно под магазины, под кафе, под еще какие-то офисные. Вот это определяет проект приспособления. На стороне Арбата он видит общепит, внутри двора, общественное пространство, среди арендаторов и офисников тоже. Правда, нужно будет поискать тех, кто согласится на узкие коридоры, невысокие потолки. И все же в плане наполнения он готов следовать исторической линии торговой. Если ничего не помешает, вторая жизнь здания начнется в 2025 году. Если предприниматель подчеркивает особенность своей торговой точки, тем более ее длинную предысторию, что это не вчера он открыл, да, на этом месте, а здесь до него торговали, там, 150 почти лет, то он только от этого выиграет. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский, День с толком. В эти выходные горожан приглашают на субботник в юбилейный. После него в парке начнется первый этап масштабной реконструкции. Как изменится любимое многими место для прогулок и занятий спортом? От чего нужно точно избавиться и что юбилейному точно нужно приобрести? Об этом расскажем далее. Когда в прошлом году юбилейный победил в голосовании за благоустройство общественных территорий в соцсетях, и не только радовались многие. Ведь именно сами горожане, особенно живущие по соседству, для победы сделали многое. Позже они вносили предложение и в разработку проекта реконструкции. Теперь с нетерпением ждут преображения. То, что я видела, это покрытие дорожное, ну, грубо говоря, плитка, велодорожки, это спортивные зоны, это детские площадки, освещение, конечно же. И я надеюсь, что главный вход, потому что все мы видели, что он немного такой потрепанный уже. Будет очень красивая у нас танцплощадка. Вот это будет как бы местом таким притяжения. Это вот на первом этапе в этом году. Потом в дальнейшем будут строиться спортивные открытые площадки, детские, взрослые площадки будут. Вот, ну, это уже на следующий год. Лыжная трасса будет очень хорошая сделана, там часть деревьев будет вырубаться. В 90-е парк был криминальным местом. По вечерам через него боялись ходить. Да и сейчас здесь периодически собираются пьяные компании, которые скрыты за деревьями. А по ныне существующим правилам через деревья парк должен просматриваться далеко вперед. Вы в пределах вот 100 метров должны видеть, кто идет и что идет. Ну, сейчас пока мы видим. Да. А в какое время мы не видим. Как только распустятся первые листочки, все здесь затянется вот этим зеленым облаком, через которое не будет видно ничего на расстоянии там 50 метров. Существующая поросль кленов уйдет в прошлое. Активисты надеются, туда же кануты нетрезвые компании, оставляющие после себя груды пустых стеклянных и пластиковых бутылок. Кто останется точно, так это молодые и пожилые люди, просто гуляющие или занимающиеся спортом. Ежедневно ходим с палочками к 9 часам, круг большой делаем. Конечно, хочется, чтобы быстрее сделали наш парк. Живем мы в этом районе, ездить на Динамо каждый раз нам очень далеко. И желающих очень много. И все ждут с нетерпением действительно, что парк заработает. Несмотря на то, что тут грязь неблагоустроена, а людей ходит очень много. Проектом парка занимается Артем Малыгин. Он же в свое время проектировал уже существующую аллею на Южном. На третьем этапе реконструкции юбилейного планируется с учетом рельефа восстановить территорию рядом с пивоваркой. А на четвертом создать дендросад, зону спокойного отдыха. Парк этот такой огромный, наш большой, должен быть лесопарком. Лесопарком. Оставить все это. Покачаться на качелях, на каруселях, на китайских, в любых парках можно. А у нас, у нас только 64 вида птиц. Представляете? Наталья в парке отвечает за культмассовый сектор. Проводит праздники, а уже пару месяцев, час дня по воскресеньям, ждет всех желающих у так называемого штаба Белки. Рассказывает о дне в календаре. Кстати, каждый из тех, с кем мы сегодня общались, говорил важную вещь. В парке должен быть хозяин. Я надеюсь, что у парка появится владелец, который сможет им руководить, то есть элементарно вывоз мусора на постоянной основе. Чтобы можно было своевременно реставрировать что-то. Если что-то сломается на детской площадке, мы не ждали гранта, не ждали поддержки. А чтобы это было на планомерной основе. Тем временем, 15 апреля в Барнауле вновь стартовало голосование за благоустройство общественных территорий. Юбилейный со вторым этапом реконструкции тоже вновь среди претендентов. Напомним, на первый этап по проекту «Жилье и городская среда» выделено чуть больше 82 миллионов рублей. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Ну и немного о спорте. Хоккейный клуб «Динамо Алтай» закрыт. Игры с шайбой в Алтайском крае больше не будет. Такие слухи ходят между любителями хоккея в нашем регионе. Очередную неудачу в Кубке Федерации одни восприняли агрессивно, другие с пониманием. Но руководство клуба в панику не впадает. Что будет с первенством ВХЛ? Да и с командой «Динамо Алтай» знает Дмитрий Дроздов. Наши команды шансы велики стать обладателем Кубка Федерации. Мощный состав, опытный тренер, инфраструктура. В этом сезоне для победы у «Динамовцев» было все. Но в полуфинале плей-оффа вылет 2-4 в серии. Мне не стыдно за команду, за моих сотрудников. То есть, лично мое мнение, сезон был очень хороший. Это доказывает полные трибуны. Трибуны действительно заполнились в этом сезоне. «Динамо» постаралась превратить день матча в настоящий праздник. Для болельщиков навсегда закрепили 22-й номер. На пост главного тренера пригласили человека с международным опытом. Регулярный сезон наши выиграли. Оторвались от второго места на 18 очков. На такое способна не каждая команда. Но второй год подряд «Динамо» вылетает с плей-офф в шаги от финала. Именно наши ребята не хуже были. Эти ребята с «Сокола». Ну, или там из «Рыси». Здесь просто череда вот этих ошибок личных, которые нельзя допускать в плей-офф. Они все должны были, ну, они это понимали, но почему-то не слышали, не знаю, то ли тренера не слышали. То есть нельзя так играть. Это и неточность передачи, не нужны потери шайбы. Еще одна причина – хоккейный фундамент. В Барнауле есть спортшкола, есть команда юниорской лиги. Но они не питают основную команду, а именно они, в отличие от приезжих, играли бы за эмблему на груди. У нас школа Олимпийского резерва. Для чего она существует, я по сей день не знаю. Для развития физкультуры? Согласен. Тогда и скажите, уберите статус Олимпийского резерва и развивайте физкультуру. А раз у вас школа специализирована на хоккей, вы что должны? Вы готовите игроков со всего Алтайского края. Все лучше приглашать сюда. Он уверен, новую хоккейную систему нужно создавать пару лет. Но кто будет ждать? Тем не менее, оба наших героя из хоккея прошлого и настоящего настаивают. «Динамо» доказала, что достойно перейти на ранг выше. Инфраструктура есть, любовь болельщиков есть, команда, мы имеем в виду штат, администрация есть. Все для того, чтобы идти в чемпионат. Там ряд каких-то изменений можно будет сделать. И, в принципе, мы готовы к этому. Осталась только финансовая часть. С последним могут помочь краевые власти. В ближайшее время будет известно, где «Динамо Алтай» окажется в следующем сезоне. Сохранится ли наша лига или ее объединят с чемпионатом. Но хоккей на Алтае будет. Возможно, «Динамо Алтай» станет фарм-клубом, то есть резервной командой клуба из КХЛ. Это элита российского хоккея. Это решит некоторые финансовые вопросы, и мы сможем усилиться игроками. Как это делают рыси. Правда, принесет и свои обязательства. Но об этом станет известно позже. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит по телевизору и в социальных сетях. Участвуйте в обсуждениях, комментируйте наши материалы и становитесь героями наших сюжетов. Обязательно звоните. Телефон нашей редакции 205-545. Ну а через несколько секунд погоде – спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok